В учении святого Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских» Сколько зла происходит от раздражения и гнева, и что особенно тяжело, когда мы находимся во вражде, то не хотим сами положить начало примирению, но ожидаем других. Каждый стыдится прийти к другому и примириться. Смотри, разойтись, разделиться не стыдится, напротив, сам полагает начало этому злу, а прийти и соединить разделившееся стыдиться, подобно тому, как если бы кто отрезал, член не усомнился, а срастить его стыдился. Что скажешь на это, человек? Не сам ли ты нанес великую обиду и был причиной вражды? Справедливость требует, чтобы сам же ты первый пришел и примирился, как бывшей причиной вражды. Но если другой обидел, и тот был причиной вражды, и в этом случае следует начать примирение тебе, чтобы тебе больше удивлялись, чтобы тебе иметь первенство как в одном, так и в другом. Как не ты был причиной вражды, так не тебе быть и причиной ее продолжения. Может быть и тот, сознав вину свою, устудиться и выразумиться. Но он высокомерен, тем более ты не умеет ли прийти к нему. Он страдает двумя болезнями, гордостью и гневом. Сам ты высказал причину, почему ты первый должен прийти к нему. Ты здоров, ты можешь видеть, а он во тьме. Таковы именно гнев и гордость. Ты свободен от них и здоров, приди же к нему, как врач к больному. Говорит ли кто-нибудь из врачей, такой-то болен, поэтому я не пойду к нему. Напротив, тогда врачи идут к больному, когда видят, что он сам не может к ним прийти. А тех, которые могут прийти сами, они менее заботятся, как о больных не опасно. А лежащие же напротив, они тяжелее ли всякой болезни гордости и гнев. Не подобные ли этот сильной горячке, а та развившейся опухоли. Представь, каково страдать горячкой и опухолью. Иди же, угаси его огонь. Ты можешь сделать это при помощи Божьей, остановив его опухоль, как бы примочкой. Но что скажешь, если от того самого он еще более возгордится? Тебе нет до этого нужды. Ты сделаешь свое дело, а он пусть отвечает сам за себя. Только бы нас не упрекала совесть, что это произошло от опущения с нашей стороны чего-нибудь должного. Накорми, говорит Писание врага твоего. Ибо делайся это, соберешь ему на голову горящие уголи. Римлянам 12.20. Впрочем, и при этом оно поливает идти, примириться и благотворить врагу. Не с тем, чтобы собрать на него горящие уголи, но чтобы он знает и исправился. Чтобы трепетал и боялся этих благодеяний больше, чем вражды. И этих знаков любви больше, чем обид. Для враждующего не столько опасен враг, причиняющий ему зло, сколько благодетель, делающий ему добро. Потому что злопамятный вредит, хотя немного и себе, и ему. А благодеющий собирает уголи, огненные на голову его. Поэтому скажешь, и не должно делать ему добра, чтобы не собрать на него уголев. Ну разве ты хочешь собрать их на собственную голову? Это и происходит от памятозлобия. А что, если я еще более усилю вражду? Нет, в этом виновен будешь не ты, а он. Если он подобен зверю, если и тогда, когда ты благодетельствуешь, оказываешь ему честь и желание примириться, он упорно будет продолжать вражду, то он сам на себя собирает огонь. Сам сожигает свою голову, а ты нисколько не виновен. Не представляй себя, человеколюбивее Бога. Иначе испытаешь множество зол или лучше, хотя бы ты и захотел, ты не можешь достигнуть этого нисколько. Как же? Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Книга пророка Исаия, 55 глава, 9 стих. И еще. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам просящим у него, даст благо просящим у него. Матфея 7, 11. Нет, это отговорка и предлог. Не будем же перетолковывать заповеди Божиих. А как скажешь, мы перетолковываем их? Он сказал, ибо делайся это, соберешь ему на голову горящий уголь. А ты говоришь, боюсь за врага, который жестоко оскорбил меня. Не так ли ты говоришь? Ну для чего ты приобрел себе врага? Почему ты за оскорбление боишься, а за себя не боишься? О, если бы ты заботился о самом себе. Не делай добра врагу с этой целью или лучше. Делай хотя с этой целью, но ты не делаешь. Скажу тебе не только, что соберешь на него горящие угли, но и нечто другое большее только делай. Павел говорит, все это только для того, чтобы побудить тебя прекратить вражду. Хотя надеждую на наказание, хотя бы надеждую на наказание врага. Мы так жестоки, что иначе хотели бы примириться с врагом, как в надежде навлечь на него какое-нибудь наказание. Потому он и дает нам, как бы какому зверю, эту приманку. Но апостолам Господь не сказал этого. А что? Да будете подобны Отцу вашему небесному. Матфею 5, 45. С другой стороны, невозможно, чтобы благодетельствующий и получающий благодеяние остались врагами. Потому апостол и дал такую заповедь. Для чего ты, любомудрствуя на словах, не соблюдаешь должного на деле? Хорошо положим, что ты не насыщаешь врага для того, чтобы не собрать на него горящих уголев. Следовательно, ты щадишь его, любишь его, благодетельствуешь с этой целью. Бог знает, точно ли с этой целью, как говоришь ты. Может быть, ты хитришь перед нами и играешь словами. Ты заботишься о враге и боишься, чтобы он не подвергся наказанию. Следовательно, ты погасил свой гнев. Кто питает такую любовь, что презирает собственную пользу для блага другого, тот не имеет вражды. Так мог бы ты сказать. Но доколе мы будем шутить в предметах нешуточных и непростительных. Потому, увечеваю братство ваше, возлюбленное Господом и Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Прошу и умоляю вас, оставив эти предлоги, не будем невнимательны к законам Божьим и непослушными его заповедям, чтобы мы могли благоугодно Господу провести настоящую жизнь и получить обетованные блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым от Суства Святым Духом слава держа на честь, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Аминь.